Ну что ж, друзья мои, еще раз добрый день. Продолжаем бизнес-канал на Финам.ФМ. Сейчас время бизнес-класса. Напомню, это та самая программа, в которой мы встречаемся с успешными российскими бизнесменами и разговариваем с ними о жизни. Или, как правильно можно сказать, за жизнь. Кстати, тема, замечательная тема сегодняшнего эфира. Ювелирный бизнес в России и представительница этого бизнеса сегодня у меня в студии. Я с удовольствием ее представляю. Это Юлия Куликова, генеральный директор компании Куильярдизайн. Добрый день, Юлия. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашей беседе. Телефон студии 6510-99,6, код Москвы 495. Сайт компании финам.ФМ. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Ну что ж, Юлия, первый вопрос. Куильярдизайн, российский рынок ювелирной продукции. Как-то на слух не очень, как у меня, ложится, что называется. Ну, наш главный и самый талантливый художник, он родом с Кубы. Он долгое время учился в Испании. Но могу вам сказать, что когда периодически происходят какие-то проблемы, Майкл приходит в офис и говорит, что происходит в нашей стране. Под словом «наш» и он имеет в виду Россию. Вот это самое главное. Да. Теперь эта проблема, собственно, снята. Да, это не проблема. Это даже не проблема, ну, такой нюансик. Да. Вот. И вопрос следующий. Юлия, расскажите, как, собственно, случилось в вашей жизни, что вы занялись именно этим бизнесом, что вы ювелиркой. Хотя, конечно, наверное, ответ-то очевиден. Нет, на самом деле это очень грустная история. Я закончила МВТ у имени Баумана. И, как говорит мой сын, мать, ты всю жизнь училась запускать космические корабли. Вначале... Он грустно это говорит? Да, да, грустно. И я тот человек, который знает, почему же все-таки падают голонасы. Вау. Да, именно потому, что я закончила институт в 87-м году. И в начале 90-х я оказалась никому не нужна. Ну, только потому, что я... Поэтому они и падают. Конечно. А, вот она. Конечно. Потому что все мои... Я сразу хотел переориентировать сегодняшние темы. Это очень интересно. Потому что это действительно трагедия национального масштаба. Да, да. Думаю, может быть, бог с ней с ювелиркой... Вы знаете, на самом деле я-то нашла себя. Я получила второе образование. У меня есть диплом МБА. Это только все благодаря вот той школе МВТУ имени Баумана. Совершенно верно. А вот голонас без меня упал. И не один. Беда. Да. И просто только благодаря тому, что, ну, я, в общем-то, владею тремя европейскими языками, я пошла работать продавщицей ювелирного магазина. Вот так вот, да. А потом была... В каком городе Европы только это произошло? Вы владеете тремя европейскими языками? В Москве. В Москве. В Москве. В Москве. Все, к сожалению, или к счастью, все это было в Москве. И потом постепенно я закончила курсы при геолого-разведочной академии. Я дипломированный гемолог, то есть эксперт по оценке идентификации драг камней. Потом была, ну, бизнес-школа МБА. И вот, ну, к сожалению, немножко от оценки я отошла и стала все-таки управляемцем. Вот такая вот достаточно... Я считаю, что очень грустная история. Грустная? Да. Мы говорим о степени грусти, да, когда слушаем историю, всегда говорим, насколько хорошо она закончилась. Ну, это естественно, это как сказка про золушку. Совершенно верно. По крайней мере, то, что происходит сейчас, мне кажется, да, уже сильной грусти у вас не вызывает, слава богу. Нет, не вызывает, но когда падают глонассы, я вздрагиваю. Это да. Ну, это все вздрагивают, нормальные люди, россияне, по крайней мере. Юль, то есть получается так, да, несмотря на ваши абсолютно не имеющие, да, к нынешней профессии образование, отношения к образованию, вот, ну, жизнь так сложилась. Вы однажды пришли продавщицы в ювелирный магазин, что опять... И уже оттуда не ушли. Да, да, и начали именно эту тему развивать, она вам близка, видимо, да, и понятно, как и любой женщине наверняка, да, прежде всего. Да нет, на самом деле нет. Это не сыграло роли? Нет, абсолютно. Более того, я считаю, что ювелирный бизнес, он человека не отпускает. То есть магия золота, она действительно есть, недаром люди гибнут за металл. То есть что-то в этом во всем есть. А можете сформулировать, что в этом есть? Магия. Ну, как она выглядит магией? Ну, вот лежит передо мной ювелирное изделие, что я на него смотрю и теряю сознание. А можно я скажу совсем другую фразу? Как Экзюпери говорил, вы проинтегрировали орбиту звезды, о жалкий рот исследователей, и она перестала для вас светить живым светом. Я не могу сказать, что, но любой профессионал понимает, о чем я говорю. Ну, это на уровне метафизики уже. Да, да, да. То есть что-то там есть точно. Что-то там есть. Что-то там есть. Не случайно, видимо, да, древние так педалировали эту тему. Конечно, конечно. Мы сейчас все пытаемся извратить, в том плане, чтобы поставить на почву материального, а там все гораздо глубже. Вы знаете, мы с вами можем делать все, что угодно, но нас рассудит история, что-то уйдет в небытие, а вот это останется вечным. Как останется вечной ценностью кольцо бабушки, прабабушки. Не важно, сколько оно стоит, там 100 долларов, 1000 долларов. Это будет то, что бабушка, прабабушка сможет передать своей там внучке, правнучке и так далее. Вы стихов не пишете, или? Нет, вы что, я абсолютно земной человек. Нет, нет. Ну, земные люди, насколько я слышал, пишут стихов. Вы просто так, я бы сказал, поэтично об этом рассказываете. Ну, я просто это все очень люблю. Я счастливый человек. То есть я люблю то, чем я занимаюсь, да? Конечно. Я вообще эпикуриец. Если бы я не получала от этого удовольствие, я бы этим не занималась. Это здорово. Кстати, если говорить о неких проблемах, ну, таком, не хочется, конечно, сразу же говорить о проблемах. Ну, почему же? Проблемах, сейчас я сформулирую, проблемах не глобальной экономии, которую мы, кстати, час назад только что с моими коллегами обсуждали, а проблему каждого конкретного случая, когда человек не очень любит то, чем он занимается, и, скорее всего, он не очень успешен в этом. Знаете, как говорят, вот мне очень нравится это выражение, не можешь изменить мир, смени вывеску. В данном случае, в буквальном смысле, да, вывеску, то есть смени тем, чем ты занимаешься. Да, 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 да. Смени профессию, посмотри вокруг себя. Кстати, иногда Бог дает нам какое-то время именно на то, чтобы подумать. Вот остановись, посмотри все, что вокруг тебя. И я думаю, что, ну, я, по крайней мере, по своей жизни, ответ всегда тебе придет сверху. Да, да. Кстати, вот эта вечная беготня, но опять, с точки зрения, да, наверное, обычного человека, обычного обывателя, если ты стремишься к чему-то, никак не можешь это что-то догнать. А надо ли к нему стремиться? Совершенно верно. Стоит задуматься. Конечно. А в большинстве случаев мы видим, что сразу, ладно, к этому не пойду, пойду туда. И сразу же, значит, в другую сторону побежал. Потом это не получилось, в третью сторону побежал. Так прошла жизнь, и результатов практически никаких. Вы знаете, я... В какой-то момент надо все-таки остановиться. Абсолютно. Я, например, считаю, что у каждого на правом плече сидит ангел-хранитель. Вопрос, умеешь ты его слышать или нет. И если тот, кто сверху делает все, чтобы ты туда не поехал или туда не пошел, не надо упрямиться. Туда тебе не надо, собственно. Значит, тебе туда не надо. Отпусти ситуацию, и тогда начнут происходить самые невероятные вещи. Ну, вы со знанием дела говорите это. Ну, я так живу. Так происходило и в вашей... Абсолютно. Абсолютно. Просто не надо быть упрямым. И, наверное, не надо считать, что я-то точно все знаю. Надо иногда чуть-чуть сомневаться. Ну, кстати, если говорить о некой позиции бизнесмена, то я много раз слышал, что именно в качестве, ну, как бы правильного, да, что ли, жизненного принципа считается, что я делаю себя сам. Вот если я хочу этого, я достигну этого, надо просто биться почаще головой в стенку, и стенка рано или поздно... Ну, это как лафонтеновская лягушка, да, которая из молочка сделала сметану. Ну, знаете, вот однажды, по-моему, у Черчилля спросили, за что он хочет выпить. Ну, за здоровье, за богатство. Ну, вариантов много всегда, конечно. Нет. Он сказал, что большинство пассажиров Титаника были здоровы и богаты. Давайте выпьем за удачу. И вот мне кажется, что биться надо и можно только тогда, когда ты чувствуешь, что хотя бы кусочек удачи живет с тобой. А как это почувствовать? Вы знаете, ну... Опять метафизика какая-то. Ну... Ну как, я прицепаюсь с утра, да, и понимаю, что... Нет, на самом деле нет, просто оно все складывается или не складывается. Вот если мы с вами говорим про бизнес, есть тактика и стратегия. То есть ты видишь цель, ты понимаешь какие-то шаги к этой цели, но... Это же... Это стратегическая цель, да? Это так, что далеко, так, что далеко. Да, да, да. Ну, может быть, их там две, но их не может быть много. Вот ты к ней идешь, тебе нужно сделать шаги. Но шаги же могут быть разные. И есть определенная возможность, ну, так, чуть-чуть как-то изменять эти шаги. А может быть, даже иногда на шаг отступать, чтобы потом сделать три шага вперед. Как бы это нормально. Просто, ну, зачем же через... Знаете, я вот еще раз говорю, вот не нравится, не получается, не делайте. Придет что-то другое, что обязательно все получится. Ну, я так думаю. Нет, нет, я тоже наверняка с вами соглашусь. Просто я вспоминаю и себя, и своих друзей, знакомых. Ну, действительно, часто возникает ощущение, что, ну, время-то идет, надо шевелиться. Ведь никто тебе на блюдечке с голубой каемочкой... Нет, никто не принесет, а если принесет, вы не будете это ценить. Если просто оно вам свалится... Вот почему очень часто говорят, ну, там, досталось большое наследство, а он, там, ну, его промотал. Потому что это было не твое. Потому что, да, не может его оценить. И ты не мог его оценить. Я согласен. Юля, мы сейчас прервемся новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжим наш эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. А в гостях сегодня Юлия Куликова, генеральный директор компании Куэльяр Дизайн. Мы обсуждаем ювелирный бизнес в России. Тема сегодняшнего эфира. Я напомню еще раз. Телефон студии 651099.6. Код Москвы 495. И сайт компании финам.ФМ. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы Юлии. Юля, ну давайте теперь поговорим непосредственно о ювелирном бизнесе. Рынок ювелирный, если можно, да? Конечно, конечно. Как он выглядит в России? Очень рвано. Очень рвано. Да. То есть, вот особенно за последние три года. Вот судя по ювелирному рынку, я могу вам сказать только одно, что средний класс опять уничтожен в нашей стране. Да, к сожалению. И хотя говорят, что средний класс это опора любого общества, любой страны, значит, в очередной раз мы опять лишились опоры. Ну вот меня единственное заинтересовало, а можно ли по ювелирному рынку вообще оценивать? Конечно. Конечно. Потому, какой ассортимент продается. Ну, ювелирные все-таки изделия, это, на мой взгляд, да? Более прерогатива класса высшего, не среднего, да? Нет, нет, нет. Которые доходы... Да нет, 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 нет. Ну, во-первых, в любом случае... Или о разных вещах просто говорят? Нет, 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 не о разных вещах, но в любом случае хотя бы один раз человек рождается, ему покупают, ну, там, не знаю, крестик или Магиндэвид, там что-то, да, такое вот церковное, и потом человек женится, значит, нужно купить обручальное кольцо. Ну, дальше начинаются, ну, там, допустим, 16 лет, 18 лет, это для девочки, ну, потом девочки делают предложение, и это тоже кольцо, и это так вне зависимости от твоего кошелька. Просто кто-то покупает кольцо за 100 долларов, кто-то покупает кольцо за 1000 долларов, а кто-то покупает за миллион долларов, но все одно и то же. Понятно. То есть вот по этой, условно говоря, статистике, да, и можно определить, что... Да, 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 то есть это минимум, который как бы выбрасывает наш ювелирный рынок. Ну, а дальше же хочется, конечно же, хочется быть, ну, красивой, украшенной, да, а вот, к сожалению, вот за последние три года украшенными хотят, но не все могут себе позволить. То есть рынок очень... И тенденция именно к снижению ее, да? И рынок очень четко разделился. То есть вот, судя по нашему магазину, у нас покупают или изделия за 2000 рублей, или за 2 миллиона. А вот этой вот средней прослойки практически нет. И так, к сожалению, не только в нашем магазине. Вот эта ситуация, по крайней мере, Москвы. Я, конечно, не берусь говорить за всю страну. Ну, я боюсь, что если в Москве такая ситуация, то... Вы знаете, как бы во всех других городах было бы только за 2000, и мало в каких городах за 2 миллиона рублей. Вот об этом и речь. Да. То есть, ну, к сожалению, так. Хорошо. Ну, и наверняка, с точки зрения вас, как непосредственно представителя ювелирного рынка, вы на своих, что называется, да? На своей шкурке? По полной программе? На своей бухгалтерии это чувствуете. Да и бухгалтерии, и шкурки, конечно. Но другое дело, знаете, как к этому относиться. То есть, мы специально выпустили новую линию более доступных. То есть, мы всегда были в лакшери-сегменте. Лакшери-сегмент остался, но теперь мы поняли, что нужно повернуться в сторону недорогих изделий. У нас очень красивые, очень необычные. У нас жена Майкла, она тоже художница. И если Майкл занимается лакшери-сегментом, то Наталья, его жена, она занимается, ну, таким пред-а-порте, да, что ли, если можно так сказать. И вещи-то очень красивые и недорогие. Вот так вот. Здорово. Я опять вернусь к тому, что, видимо, учитывая, да, что и художник-кубинец, и супруга его, тем более. А у вас какие-то эксклюзивные вещи продаются? Ну, у нас, да, лакшери-сегмент. Это однозначно только эксклюзивные изделия, потому что они все делаются вручную, только в одном экземпляре. А все остальное идут ограниченные серии, потому что скучно все время делать одно и то же. То есть, выходит одна серия, пока она продается, делается уже другая. Ну, как-то вот так пытаемся. Пытаемся. Конечно. Можно сказать, что именно пытаемся выжить сейчас, учитывая вот... Вы знаете, по сути своей... Именно так. Да, потому что очень хочется иметь инвесторов, а не банки. Потому что кредиты дают, кредиты без проблем. Но столько хороших, таких интересных идей просто стоит на том, что просто фактически нет финансов. А платить каждый месяц проценты по кредиту, ну, в общем, это сложно. То есть, нужны инвесторы. Хорошо. А вот в вашем понимании, что такое инвесторы? Инвесторы, ну, очень просто. Вот смотрите, вот сейчас, допустим, есть очень интересное предложение. Сделать в декабре месяце аукцион с одним аукционным домом. Нужно готовить коллекцию. Коллекцию нужно готовить 4 месяца. То есть, инвестор, это, ну, образно человек, хотя я, честно говоря, считаю, что этим должно, прежде всего, заниматься государство. Мы об этом обязательно поговорим. Они, хотя, почему, ну, пожалуйста, пускай это будет физическое лицо, там, юридическое лицо, неважно. То есть, коллекцию надо сделать. Там колоссальная совершенно идет подготовительная работа. И в декабре мы сможем выйти на аукцион, красиво это все продать. Но сейчас у нас июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, 5 месяцев. А кредит надо, в смысле, ну, проценты по кредиту надо платить каждый месяц. Но продажа-то будет только в декабре. Да, наш как бы, да, наш бизнес очень высокодоходный. Но нет у нас инвесторов. Ну, смотрите, Юля, если все-таки говорить о неком инвесторе, который действительно пойдет на ваши условия, то он же участвует все равно в прибыли. Естественно, конечно, безусловно. Только он ее получит после продажи, а не сразу. Как только дал деньги, через месяц дай проценты. Вот в чем разница-то. Ну, а как-то соотнести нельзя количество плачных процентов и с той долей инвестору, которая после продажи будет. Или вы не можете гарантировать размер этой маржи? Нет, вот единственное, что легко считается, это размер маржи. Проблема с выплатой процентов каждый месяц. Поймите, мы производители. Мы, по сути своей, те, кого весь мир носит на руках. Потому что именно мы, мы не просто продаем, мы продаем только свое. То есть мы те, кто создаем, ну хорошо, пускай маленькую часть, но все-таки ВВП. И когда, ну там, в каких-то ситуациях, да, в других странах говорят, о, он производитель, ему нужны какие-то преференции, потому что он создал рабочие места, он там сделал то, он то. Он с большой буквы. То мы, как раз наоборот, вот, ну по крайней мере в ювелирном бизнесе в России, производители не любят. А может быть здесь ключевое слово именно ювелирный? Вот вы, ну, наверное, можно вас сравнить с предприятием, точнее, можно вас представить как предприятие малого или среднего бизнеса. Ну да, конечно, оно такое мы есть. Совершенно верно. И есть у нас и государственная программа поддержки малого и среднего предпринимательства. Подождите, подождите, подождите. Какая прелесть. Да, да, да. Не надо организировать. У нас есть программа такая. Более того, я знаю примеры, когда, да, малый и средний бизнес в этой программе участвуют. И преференции вот эти искомы, собственно, имеют возможность получить. Может быть, ключевой это здесь момент в том, что вы занимаетесь производством ювелирных изделий. Ну, я, не, смотри, смотри, по логике вещей, конечно, нет. Никакой нет разницы, чем человек занимается. Главное, чтобы он работал, давал работу и мечтал, платил налоги и так далее и тому подобное. Но, может быть, есть некая вот проблема ментальности, когда тех, кто производит ювелирку, считают. Нет, я очень много блуждала по всяким форумам, вот то, что вы говорите, да, там малый и средний бизнес, государство поддерживает. Некоторые письма на форуме звучат так. Ребята, кому удалось, кому занесли, сколько, куда нести деньги, только дайте. Я, ну, наверное, знаете, как могу сказать, да, я человек старой формации. Я, у меня как бы все белое. Мне нечего заносить. И если вспоминать, как изменялся рэкет, то есть в 90-х годах он выглядел, как, ну, мужики с битами, да, там, в спортивных костюмах. Потом прошло какое-то время, появились, ну, по сути, свои те же мужики с погонами и с... Они надели другую одежду. Надели, да, другую одежду. То теперь это очаровательные молодые люди в костюмах, которые приходят и говорят, вы хотите, мы вам поможем. 25% должны быть наши. И по-другому никак. И по-другому никак. И даже вот у всего этого количества огромного, наверное, да, прочитанных вами сообщений на форумах... Никто не написал, ребята, я получил, занесите тому. Вот мне нести нечего. Даже не занесите, просто как факт. Вот я получил, у меня получилось. Мне помогли, я заработаю. Ну, может быть, знаете, если нанять какой-то сон юристов, но вопрос, зачем, то есть сколько я им заплачу денег. То есть это теряет смысл. Абсолютно, конечно. Да. Поэтому, к сожалению, пока так. Ну, а вот вы сослались, да, может быть, по слухам, вы знаете о том, как это за рубежом выглядит. Там действительно... Вы знаете, я могу вам сказать только про одних. Я могу вам сказать про Турцию. У меня очень много таких совершенно замечательных друзей, именно вот турецких производителей. Просто одна вещь. Когда в 98-м году, помните, случился дефолт, и в России не было долларов, я уж не знаю, каким образом и кто договорился в турецких банках, в Турции принимали российские рубли, только чтобы не обанкротились вот эти вот челночники, которые всеми правдами, неправдами, ну, вы понимаете, да, возили золото в Россию. То есть, я думаю, что это было на уровне правительства. То есть, не просто так турецкое государство позволило огромному потоку русских, российских рублей войти на их рынок. Так, значит, там все было договорено, значит, там люди готовы понимать, ну, происходящее. У нас, я не знаю, я не встречалась. Ну, смотрите, готовы понимать, готовы понимать это одно дело, а другое дело, наверное, там люди заинтересованы просто, да, чтобы не потерять этот огромный рынок сбыта. Ну, там государство заинтересовано. Совершенно верно, совершенно верно. И все у нас, я не знаю, мне кажется, что вот по своему бизнесу, мне кажется, нашему государству все равно. Есть мы есть, нет вас, ну и не надо. У нас есть другие задачи, более важные, да? Вы знаете, я не знаю, вот по поводу более важных, могу вам сказать только одно, что если когда-нибудь я найду инвестора, я такую выставку вывезу в Базель. В Базель именно? В Базель, в Швейцарии, там самая такая, самая топ-выставка по ювелирным изделиям и часам. Вся Европа вздрогнет. И я знаю, что за это надо заплатить, и думаю, что я заплачу. И большими-большими буквами будет написано «Сделано в России», потому что нам есть что показать, нам есть чем… При этом, смотрите, «Сделано в России», да, выставка в Базеле, а инвестор иностранный какая-нибудь, да? Иностранный, пожалуй, ну и, пожалуйста, ради бога, пускай будет иностранная. Нет, ну в этом смысле я просто к тому, что у вас должна быть обида какая-то вот здесь. Обида есть. «Сделано в России», при этом не буду писать «Сделано в России». Нет, буду писать обязательно. Обязательно. О Турции заговорили, вот подобная продукция, официально поступаемая, да? Вы знаете, вот когда говорят в магазинах, у вас турецкое золото, во-первых, вся Турция работает на золоте Магадана, в Турции нет золота. Во-вторых, там все очень просто, так же, как в любой другой стране. Все хорошие, качественные изделия стоят всегда дорого. Беда наша в том, что когда, ну так или иначе, да, открылись эти границы, люди, которые везли, искали что подешевле. Ну что логично, конечно. И покупали в каких-то подворотнях, то есть каких-то, не пойми, каких-то производителей. В Турции есть такие производители. Итальянское, швейцарское оборудование, дизайн, просто можно умереть. Я, ну, собственно, с многими из них знакома, и магазин это у них по всему миру, и в Париже, и в Нью-Йорке. И, ну вот, к сожалению, вот это вот турецкое золото... Да-да-да, имидж испортил, подпортил имидж. Сейчас мы об этом продолжим. Новости на Финам.ФМ и потом... Итак, друзья мои, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодня мы обсуждаем ювелирный бизнес в России. У меня в гостях Юлия Куликова, генеральный директор компании Куэльяр Дизайн. Я напомню еще раз. Телефон студии 6510-99,6, код Москвы 495 и сайт компании финам.фм. Ну что ж, Юлия, продолжим. Интересная история с Турцией. И, действительно, в среде обывателей, насколько я слышал, по крайней мере, мне это, может, не так актуально. Ну, почему же? Ну, тем не менее, в среде обывателей, вот, действительно, бытует мнение, что все, что турецкое, это обязательно плохое. Это обязательно кое-как на коленке сделанное. Я где-то даже, по-моему, видел одно из ювелирных изделий, которое таким вот кустарным способом было. Вопрос, где вы его купили и за какие деньги? Я его не покупал, мне его показывали. Я помню, вот, и демонстрирую, что, вот, смотри, это турецкое, а вот это наше российское. Хотя фраза, что все турецкое использует золото Магадана. Конечно. Звучит, конечно, так. Ну, так оно так и есть. Так и есть. Ну, может быть, немножко африканского, но я думаю, что совсем немного. В Африке тоже есть золото. Я слышал, да. А, кстати, знаете, кто первый в мире выпустил инвестиционную монету? ЮАР. Вот тот самый золотой Крюгерант, который, ну, как бы, их огромное количество, они по всему миру. Это была Южная Африка. Так что там тоже есть золото. Но Магадан просто ближе к Турции, чем ЮАР. Я так представил сейчас. Тоже Магадан, да, не ближний свет. Ну, так для вас, турецкие производители, конкуренты? Нет, ну что? Нет, конечно. Конечно, конечно, нет. Мы абсолютно на разных орбитах вращаемся. То есть они не... Ценовых орбитах? И ценовых, и дизайнерских, и все-таки... То есть Турция это ширпотреб, да? Знаете, я бы не сказала, не совсем ширпотреб, а Турция это большой тираж, в отличие от нас. То есть за турками стоят миллионы долларов, огромные заводы. Инвестиции такие, да? Конечно, естественно, конечно. То есть то, чего нет у нас. Поэтому... А, кстати, там и государственные, наверное, в том числе инвестиции. Вы знаете, там есть какие-то очень хорошие налоговые преференции. Я точно не знаю, но вот из того, что мне говорили, что все, что да, все, кто занимаются производством, они, так сказать, тем или иным образом государством поощряются. Ну, опять-таки, в отличие от нас, к сожалению. Ну, а что, так же? К сожалению. Хорошо. Значит, Турция вам не конкурент, ну, по понятным причинам. А есть ли конкурент на российском рынке? Нет. Нет. То есть вы вот таким особняком, да? Да. Держитесь? Мне кажется, тоже не очень хорошо. Отсутствие конкуренции, оно, так сказать, не дает какой-то момент ощущения, что надо вечно в пути. Дает, нет. Вечно в пути, это однозначно. Ну, у вас откуда драйв возникает? Когда вам в спину дышит конкурент, это одно. А когда приходит вдохновение, дайте еще что-нибудь сочиним. А потом вдохновения нет, не будем. Нет, ну, а как же душа, как же личность, которая требует дальнейшего развития? Ну, что вы? Нет, нет, то есть я даже могу вам сказать, что два года назад я занялась, ну, скажем так, преподавательской деятельностью. Так. Да, я даже... Интересно. Да, я провела огромное количество всяких экспериментов, я разработала собственную методику преподавания для оценщиков ювелирных изделий. Но это, в общем, тоже, это просто ушло в другую сторону, но это все равно развитие личности. Кстати, мне очень понравилось преподавать, только очень тяжело. Сейчас вы об этом, я надеюсь, да, поподробнее расскажете. У нас есть звонок, давайте послушаем. Антон, день добрый, вы в эфире, пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, я хотел бы согласиться по поводу инвестиций и поддержки малого и среднего бизнеса. Это некий такой фантом, который летает везде, на каждом плакате, везде в СМИ. А освещается, что вот, государство помогает, это ерунда. Я пытался открыть пекарню, но, к сожалению, можно рассчитывать только на свои силы и не на какие более. И также хотел бы согласиться с вашей собеседницей сегодня по поводу турецкого золота. Это относится не только к Турции, но также относится и к Китаю и ко всем прочим странам. Не государство виноват в том, что в России, Китай, Турция являются, так сказать, именами нарицательными, да, и идут со знаком минус. Это все зависит исключительно от наших бизнесменов, от того дикого количества людей, которые поехали, искали, где взять подешевле, похуже, привезти сюда и продать подороже. Везде, как в Турции, так и в Китае, ну и в других странах, которые идут со знаком минус во многих вещах, есть действительно хорошие предприятия, качественные, которые делают продукцию высокого качества, которая поставляется и в Европу, и в Америку, и так далее. В отношении ювелирного бизнеса, ну, у меня тоже был небольшой опыт занятия ювелирным бизнесом, у меня как бы есть друзья в этом бизнесе, действительно все очень тяжело, и вот ваша собеседница правильно сказала, что средний класс полностью отсутствует в нашей стране. И этот фантом, что он есть и он возрождается, дай бог, чтобы он возродился, но без государственной поддержки, если это не будет действительно государственная программа, он никогда в жизни не возродится. Возродится, возродится. Нет, пока наше государство не начнет, перестанет думать, как распилить нефть, газ и прочие наши ресурсы, то им просто неинтересно, у них нет времени заниматься малым бизнесом, малым и средним бизнесом. У них есть более глобальные задачи, а зачем им смотреть на муравьев, которые пытаются там что-то творить, что-то созидать и так далее. У них есть миллиардные контракты, да, вот мы сегодня слышим по радиостанциям, наш дорогой Герман Греф заказал на несколько миллионов планшетник, да, устроил программу. Ну, наверное, хочет быть круче, чем Дмитрий Анатольевич, поэтому вот решил озадачить этим вопросом. Проблемы другого масштаба, да, занимаются? Конечно, конечно. Я прошу прощения, а может быть господин Греф захочет золотой планшетник с бриллиантами? Юля как бизнесмен сразу, да? Да, 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 и вот тут вот мы сделаем то, чего не будет ни у кого в мире. Ну, Юль, вы меня простите, конечно, но украшены стразами, там, бриллиантами, настоящими бриллиантами чехлы для айфонов, как бы я знаю, кто делает и как это, как делают, поверьте мне, очень высокого качества люди делают. Ну, пожалуйста, я рада за них. Смысл он не в этом, вы просто сейчас только что, как бы сами сказали, что это для VIP, для VIP-покупателей, для VIP-клиентов, а их единицы, да, ну, может быть, десятки, но у нас в стране там сотни. Но это не миллионы людей, которые готовы там раз в месяц или там, хорошо, раз в полгода, да, как вы сами же говорили, приобретать себе какое-то изделие. Скажите, а я могу с вами не соглашаться? Конечно, конечно, можно. Ведь понимаете, в чем дело? Вот, не будем больше называть фамилии, да, но создание эксклюзивного чехла, ну, там, ну, не знаю, там, для какого-нибудь компьютера, допустим, у моей, для моей компании, даст огромное количество средств для того, чтобы я выплачивала зарплату совершенно, ну, обычным людям. И я, вот, любой заказчик, я люблю любого заказчика, потому что это, в данном случае, ну, как бы, ситуация, которая дает моим сотрудникам работу. Господи, да пусть они все закажут по 10, и мы всем им готовы будем сделать, и при этом... Ну, их там 100, если бы сами сказали, что чехол стоит несколько миллионов. Нет, подождите, подождите, ну, человек 100 наберется в России, кто может себе, там, чехол за 100 миллионов купить, как вы думаете? Ну, на эти 100 чехлов найдется более тысячи небольших компаний, которые согласятся сделать это. Ага, и знаете, я могу вам сказать только одно, если будет честный тендер, я его, ну, не я, конечно, моя компания его выиграет. Если будет честный тендер... Вы знаете, что значит честный тендер? Это будут легально кукленные камни, это будут легально кукленные металлы, это будут лицензированные ювелиры. Ну, знаете, здесь мне нравится ваша уверенность, и дай бог, чтобы, как говорится, ваша компания... Вы знаете, я больше 20 лет на рынке, и моя уверенность, это не просто вот, а вот я так, как сказала, так и будет. У меня, правда, у меня действительно очень большой опыт работы в ювелирном бизнесе за плечами. Я могу ответить за каждое свое слово. Я их не просто здесь произношу. Антон, я прошу прощения, у нас не так много времени. Вопрос, если есть к Юлии какой-то, задайте его, пожалуйста. Ну, знаете, нет, вопросов нет, просто... Просто комментарии. Передать сюда, и у меня захотелось бы все-таки дозвониться, давай, спасибо огромное, что приняли мой звонок. И вам спасибо огромное. Просто высказаться, да, потому что действительно напалело, и вот как раз Юлия как бы, ну... А, то есть мы попали в точку с вами, Олег. Да, и вот, да, и вот с вами ведущий, как бы, он сказал, что это только ювелирного бизнеса касается, это не только ювелирного бизнеса касается, это касается любого абсолютно бизнеса, и какая бы у вас идея ни была, банки пили ценные бумаги, фонды и так далее, и так далее. Им неинтересно заниматься малым и средним бизнесом, это риски. И вот у вас же, по-моему, в передаче поступал собеседник, ой, господи, не помню, про Китай он рассказывал, и та схема, по которой пошел Китай, когда само государство создает предприятие и просто отдает его в управление, в частности... Совершенно верно, да. Для нашего, для России это наиболее лучший вариант, то есть и государство уверено в том, что у них инвестиции не продадутся, не распозарятся и так далее, и люди могут проявить себя и показать себя в качестве управленцев, рабочих и так далее, и так далее. Понятно. Антон, спасибо огромное за ваше мнение, очень приятно, что вы позвонили, спасибо огромное. А смотрите, как интересно получилось, да, мы с вами говорили про ювелирку, а этот молодой человек сказал, что он пытался открыть пекарню, то есть как, да, как диполь получился, там золото, а тут самое насущное хлеб. Вот мысль Антона, я так понимаю, именно крик души, именно об этом, да, что видите, все-таки малое и среднее предпринимательство не поддерживает. Причем, если говорить про инвестиции государственные, не то, что не разбазарятся, ну, допустим, мы отчитаемся за каждый рубль, мы еще принесем прибыль государству, хотя, знаете, вот такой маленький-маленький крик души, а почему один очень известный бизнесмен вкладывает уже большую-большую кучу денег в создание машины, которую еще никогда никто никогда не видел. Ну, он обещает, что ее вот-вот уже можно будет увидеть. Представляете, а я могу показать. Может быть, она машинка-невидимка. Это новые условия в технологии. Возможно. А я могу показать это прямо сейчас. И причем, знаете, вот без обиды, но через 20 лет любая машинка сгниет. А вот то, что делаем мы, не сгниет никогда. Это здорово. Да. Это здорово, Юля. Ну, вы же понимаете, да, ваши слова, да богу, в уши были. Но, к сожалению, все пока происходит так, как происходит. Ну, тем не менее, еще раз повторю, мы не случайно, очень часто, и Антон лишний раз подтвердил это, очень часто говорим и в нашем эфире в том числе. Потому что, ну, как-то надо же сдвигать. Конечно, конечно. Я, кстати, хотел бы вам, ну, если позволить, Юля, провокационный вопрос. Конечно. Вот, действительно, ситуация такая, я занимаюсь малым предпринимательством, мне никто не помогает, сама я сдвинуть не могу, спрос падает, потому что задушили, там, исчез средний класс. Выход какой? Да ну, его все, знаете, это все предпринимается, закрываю я все эти свои бизнес-проекты и ухожу. Куда? Ну, и дальше многоточие я поставлю. Нет, вот в этом многоточии самое интересное, куда? То есть, если тебе есть куда уйти, мы с вами возвращаемся в начало нашего разговора. Совершенно верно, вы пошли продавщицу, и пойду куда-нибудь на наемным тружеником. Вы знаете, с наемным тружеником в плане продавщицы, это парадокс, но я могу вам сказать, когда после дефолта 2008 года я попыталась найти себе работу, ну, было резюме, все как положено, мне спрашивали, ну, вот когда звонил, говорит, простите, а сколько вам лет? Написано у меня высшее образование, стаж больше 20 лет работы. Я говорю, вы знаете, мне 45. Ой, нет, ну что вы нам по возрасту не подходите. Поэтому вот это многоточие даже для профессионала, то есть, то, что это другая совсем история о том, как кадры, ну, как это называется, там, какие-то менеджеры по кадрам подбирают кадры. То есть, когда я, вот сейчас мне 49 лет, да, вот если я приду на собеседование, а сотрудница кадрового агентства будет 25, как моему сыну, то я буду в ее глазах глубочайшая старуха. Ну, это ведь, наверное, не важно, кем вы будете в ее глазах, у нее есть определенные... Нет, и дальше все, и дальше они ставят. В одном месте мне отказали только потому, что, ну, сами видите, у меня рост метр шестьдесят и вес 80 килограмм, и наплевать, что я владею итальянским. Юля, спасибо огромное, сейчас продолжим этот разговор, Сергей у нас еще есть на линии, подождите нас, пожалуйста, после новостей. Ну, что ж, друзья мои, последняя часть нашего эфира, к сожалению, последняя, потому что, опять-таки, да, интересный разговор, время быстротечно. Я напомню, в студии сегодня Юлия Куликова, генеральный директор компании Куильярдизайн. Мы обсуждаем ювелирный бизнес, ну, и по большому счету, не столько ювелирный бизнес, сколько как жить, да? Да. Куда бедному крестьянину податься-то, боже мой. Да, да, да. Давайте сразу послушаем нашего слушателя. Сергей, добрый день, вы в эфире, пожалуйста, говорите. Добрый день, это Сергей, ну, у меня, в общем-то, как бы, я понимаю, очень сложно сейчас в ювелирном бизнесе, очень это нехорошо, потому что задушен буквально налогами, полностью по полной программе, проблемы с персоналом, очень сложно и продавцов найти, и все остальное. Вы, простите, Сергей, вы со знанием дела все это говорите? У вас есть опыт какой-то, да? Да, да, у меня достаточно большой опыт. Вот, в общем-то, я с детства, где-то лет 14, занимаюсь вот этим вот, потихоньку-потихоньку застали, вот эту вот эпоху, когда металл и там все остальное началось. И, ну, больше 10 лет ювелиркой я занимаюсь. Ну, конечно, удивляет, когда люди говорят по поводу турецкого золота, еще какого-то. Мне бы, вот, честно говоря, хоть одного бы эксперта предоставили, который может определить, турецкое это золото или не турецкое это золото. То есть, просто по внешнему виду, да? Ну, да, золото, оно и есть золото в чистом виде. Вы знаете, мне кажется, это немножко, извините, что перебиваю, это все-таки формат не этой программы. Я могу вам рассказать, как это сделать, но, наверное, не в рамках программы. Ну, то есть, это можно сделать, а не в этом. Абсолютно, абсолютно, просто вопрос в том, что, наверное, у нас программа немножко о другом. А по поводу тех же камней, бриллиантов, нет, ну как, это же то же самое, торговля, приходят люди, и, как говорят, ой, это золото, это турецкое, что по цвету и все остальное. Вот именно непрофессионализм людей как-то, конечно, мучает. И, к сожалению, очень многих продавцов магазинов, в том числе и руководству, приходится наставлять, чтобы говорить, что вот это золото, что это бриллианты якутские. На самом деле, вы говорили, что гемологию закончили, то есть, специалисты. И, насколько я знаю, те же самые бриллианты можно только предположить. Ни одна экспертиза не скажет, где они были дома. Вы знаете, это, опять мне кажется, это не формат этой программы. То есть, это, знаете, наверное, нужно какую-то другую программу. Ну, то есть, дело не в программе, Юля. Нет, я могу начать отвечать, но это будет бессмысленно. Можно действительно узнать по внешнему виду? Значит, послушайте, то, что касается металлов, можно узнать. Можно узнать по химическому составу лигатуры. Вопрос цены вопроса данного исследования. Бриллианты якутские, не якутские. 90, ну, наверное, 92% вопрос цены этого исследования. То есть, если у вас 15-каратный бриллиант, да, наверное, вы имеете на это право. Если у вас бриллиант, ну, допустим, 0,1 карата, то есть, это всего 3 миллиметра, вам какая разница? Если он белый... Исследование будет стоить столько же, сколько этот бриллиант. Да нет, намного дороже. Даже так? Конечно, он играет, он красивый, он вас радует. Да радуйтесь вы. Хочешь быть счастливым, будь им с этим кольцом в 0,1 там карата бриллианта. Особенно, если тебе, допустим, там подарил, ну, человек, который тебя любит. И вот, что ты будешь копаться якутский, индийский, радызийский. Радуйся. Отличная позиция, Юля, отличная. Сергей, как вас убедил, Юля? Тем более, тем более, тем более, этим бриллиантам лет, они, не знаю, земли-то еще тогда, неизвестно, кто на ней летал, насколько я понимаю, что им там по последним изучениям, что порядка 150 миллионов лет, и как вот. Да, да, как тут с этим разобраться? Как будем объяснить? Совершенно верно. Но людей надо воспитывать, покупателей надо воспитывать. Правильно, правильно. Сереж, вопрос какой-то есть, Юля, у вас? Вопрос какой-то есть? Да, в общем-то, вот этот вопрос был, я его озвучил. Пожелание успехов в развитии бизнеса в столь нелегком наше время. Спасибо огромное, и вам также. И чтобы преодолеть эти тяжелые времена, скорее всего, они закончатся. И тот, кто больше всех и качественнее всех работает, надеюсь, будет у нас все хорошо. Надеюсь, будет у руля. Конечно, да. Спасибо огромное, Сергей. Спасибо большое. Как древние говорили, перас, пера, адастра, через тернии к звездам. А вы говорите мотивация. Смотрите, какая красивая мотивация. Почему же, ну как бы, а покупатели, да? Я говорю о мотивации с одной простой точки зрения. Поскольку мы говорим все-таки о бизнесе, да, о бизнесе, это вещь материальная. Конечно, однозначно. Прежде всего материальная. Однозначно. Вот, кстати, проблема, которую сейчас Сергей озвучил. Приходят покупатели, вот они такие привереды, и начинают... Знаете... Вы говорите, я могу заказать для вас специальную экспертизу, она будет стоить вот столько-то денег. Да, пожалуйста. Нет, зачем мне это? Зачем мне это? А как иначе убедить? А я объясняю вам. Очень просто. Если это колечко тебе подарил, ну, муж, да, это колечко тебе подарил муж, там, на десятилетие вашей свадьбы, ну, ты будь чуть выше кошелька с деньгами. Ты цени сначала. Подожди, подожди, нет, 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 это я уже понял. Это я понял. А вот тот самый муж, который приходит в ювелирный магазин и говорит, мне нужно подарить моей любимой на десятилетие свадьбы кольцо с бриллиантом. Ему предлагают, вот, пожалуйте. И он начинает вот этот диалог, он говорит, а что это за бриллиант такие? Ему говорят, якутские. Он говорит, а я не верю, на якутские не похожи, очень уж темноватые. Но тогда, знаете, тогда вопрос... Они говорят, закажи экспертизу, сколько стоит экспертиза? Ой, мама родная. Да. Тогда бери и молчи. Ну, нет, нет, не бери и молчи, а просто нужно... Понимаете, откуда взялось это якутские бриллианты? От того, что, да, действительно, в Якутии процент белых камней намного выше. Вся родезия, ну, родезия, может быть, не очень красиво бывает. То есть для бриллианта эпитет якутский, это... Да, это именно эпитет. Это класс, это показатель класса. Да, конечно. Вот есть бриллиант один, второй, а третий говорит, а я якутский. Да. И все говорят, вау, да? Да, да. Хотя они, по сути, ничем друг от друга не отличаются. Вся Индия и вся Южная Африка, как правило, бриллианты желтые или желтоватые. И, по сути своей, якутское это как коммерческое название, то есть символ первого цвета, прима. Если он добыт в Индии, но у него цвет первый... Он все равно якутский. Нет. Но это не честно так говорить. Почему? Нельзя говорить. А знаете, по правилам Сибджо запрещено называть такие вещи. Это на уровне коньяк должен быть произведен только в провинции коньяк или там шампанское. А все остальное это либо бренди, либо там... Бренди, там виньяки, не знаю, как еще там по-другому называть. Либо шипучка. У нас есть еще один звонок, Юля. Давайте послушаем. Сергей, добрый день. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Хотел бы поблагодарить, прежде всего, вот, что называется, Синам Сэм за вот этот цикл передач. Практически всегда стараюсь их слушать. Спасибо. Очень интересные вещи. Ну, и свой вопрос вот такой у меня. Я, скажем так, тоже в некотором роде занимаюсь предпринимательством, да, хотя это у меня не основной заработок. У меня есть, что называется, служба на работе. Вот. И в дополнение я еще, ну, абсолютно так случайно получилось, покупал дачу, а купил ферму. Так. Вот. Я занимаюсь сельским хозяйством. Хочу сказать, что, конечно, никакой там поддержки ничего нету и ждать не приходится. Конечно. Вот. Я, честно говоря, даже и не думаю об этом. Но у меня вот такой вопрос. Вот я занимаюсь этим уже пять лет. И если бы, что называется, это был бы основой мой заработок, наверное, да, или основное дело, то я бы там, наверное, ну, раза три-четыре разорился. То есть я помогал там сам себе с основной своей работы. У меня вот такой вопрос. Скажите, у вас никогда не возникало такого ощущения, что, что называется, опускаются руки? И если да, то как вы с этим боролись? Просто вы так рассказываете это все, я вижу, что вы увлеченный такой человек. Юля, да, оптимист. То есть это оптимизм по жизни, да, и плюс вот этот оптимизм по жизни. Просто, может, поделитесь рецептом, как это все? Спасибо. Спасибо, Сергей, за вопрос. Спасибо вам, Сергей, но это такой личный вопрос. Давайте с удовольствием отвечу. Нет, на самом деле... Ну, кстати, опять вот из разряда того, что, да... Да, вот молоко тоже никому... Оказывается, молоко не золото, не хлеб, не молоко. Никому не нужно. Только бензин и нефть, что ли? Получается, что да. Газ еще может быть. Не, не, ну молоко, хлеб, понятно, что эти вещи первые необходимости. Но им-то почему никто не помогает? Но им-то почему никто не помогает? Почему никто не помог пекарю? Почему никто не помог фермеру? Знаете, как в Швейцарии, да, там все сельское хозяйство дотационное. Почему? Потому что во время Второй мировой войны крестьяне не дали умереть горожанам. И вот в знак благодарности правительство содержит все... Ну, помогает всем крестьянским хозяйствам. Ой, Юля, я вам хочу сказать, у нас настолько насыщенная история, история России, что мы бы, если основываясь на этом, вообще друг другу должны бы помогать каждыми днями. А разве мы не помогаем друг другу? У нас же этого не происходит, к сожалению. А вот происходит, и беда, наверное, наша в том, что журналисты в основном говорят что-то плохое. Вот включите НТВ, то убили, то изнасиловали, то расчленили. Боже, мама дорогая. А вот теперь я вам скажу, у меня есть подруга-адвокат, очень серьезный, которая периодически помогает бесплатно. У меня есть подруга-врач, которая ухаживает за лежачей больной своей соседкой бесплатно. И таких, ну, женщин в основном, такое количество. Да, конечно, мы не леди Диана, мы не можем там фонды создавать, это все нет. Но даже если один помог другому, может быть, если бы об этом больше говорили, этого бы больше в жизни были. Вообще добра всегда чуть-чуть больше, чем зла на белом свете. Ну и говорить надо о хорошем, нежели о плохом. Вот и пример, который вы с известной телекомпанией привели. И на вопрос, Сергей, давайте все-таки ответим. Вы знаете, это личный вопрос. Могу сказать, что вся наша жизнь, это нормально, это синусоида. Нет, почему? У меня тоже бывают провалы. Я эти провалы стараюсь использовать для каких-то философских размышлений, для понимания того, что вокруг меня происходит. А есть еще хорошее. Знаете, я утром просыпаюсь и думаю, мне надо на работу, за мной стоит коллектив. Коллектив. И часто же бывает, тут болит, там болит, что-то не хочется, что-то это волшебнейшее слово «надо». Оно тебя поднимает и ведет. Ну, я как бы вот, когда совсем устаю, уезжаю на недельку, на две куда-нибудь путешествую, что-нибудь смотрю. Иногда очень люблю почитать книжку, только когда никого нет дома. Какую? Вы знаете, я люблю, наверное, это очень смешно, да, я люблю научные книги об истории религии. То есть я полностью в это ухожу, и мне это очень нравится. Ну, иногда даже, наверное, нельзя говорить это, вот 50 грамм коньячка вечером. Нельзя. Нельзя. Все, молчу, 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 молчу. Все, этого не было. А вот. А потом опять волшебное слово «надо». Вот и все. Все очень просто. Вот такой простой рецепт успеха, да, я вам сказал. Волшебное слово «надо». Сергей уже не случайно педалировал. Он говорит, вот если бы не моя какая-то основная место работы, я так понимаю. А так, кстати, очень часто. В качестве наемного работника. Этот бизнес уже давно в трубу бы вылетел, да, и приходится дырки перекрывать именно оттуда. А если у вас нет такой возможности, откуда дырки перекрывать? Ну, значит, надо стараться. Родственники, друзья, знакомые. Нет, надо стараться просто так, чтобы не делать этих дырок. Просто более аккуратным быть. Я не могу сказать про сельское хозяйство ничего, я его ненавижу. Ну, в смысле, дачи и всего остального, да? А вот, и вообще, маме, например, своей все время говорю. Запомни, крепостное право отменили в 1861 году. Я ничего копать не буду. И что, и не копаете? Нет. И что, мама одна? Нет, 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 нет. Мы маме помогаем, и мой сын помогает. Но это только ради мамы. А не ради сельского хозяйства. Нет, крепостное право, понятно, давно уже. Но это же мама. Она же будет одна все это делать. Причем она сейчас назло это будет делать. Показательно она будет это делать. К сожалению. Ах, так, вы пришли туда, разлеглись. Ну, вот смотрите, сейчас я вот здесь умру на ваших глазах, на этих грядках, не дай бог. Ну, естественно, встанешь и пойдешь куда деваться. Конечно. Но это маме, это не сельскому хозяйству. Это понятно. Это просто потому, что любишь маму. Пару слов буквально нашим слушателям, Юля. Вы знаете, я... Позитивных каких-то вот этих на уровне метафизики мне очень понравилось. Я желаю всем жить в гармонии с самим собой. И тогда, ну, и почаще слушать того, кто сидит у вас на правом плече и что-то шепчет вам на ухо. Научитесь его слышать. И пускай у вас все будет хорошо. Спасибо. Каким бы бизнесом вы ни занимались. Каким бы бизнесом вы ни занимались. Спасибо, Юля. Спасибо вам. Спасибо огромное. Спасибо всем, кто слышал. Уважаемые слушатели, в эфире «Бизнес-классы». Сегодня была Юлия Куликова, генеральный директор компании «Куильярдизайн». Мы обсуждали, будете смеяться, ювелирный бизнес в России. Ну, в хорошем смысле этого слова, потому что обсуждали мы жизнь. Ну, жизнь хороша. Всего хорошего. До свидания.